Встреча на интернет-портале Таймпад В конце встречи с Василием у нас пройдет розыгрыш интересных самых призов Спасибо за внимание Ждем его, будем начинать, как только приедет Прием, прием, здрасте Простите, что опоздал, я сегодня прилетел из Доминиканы, еще не спал И, ну, такой немножко запоздал Это хэштег, аббревиатура, которая используется Расшифровывается как правильное питание Как расшифровывается ТП, нужно объяснять? Да? Ну, в данном случае тренировочный процесс, вообще, конечно, по-другому Многие знают, да? Ну, собственно, вот ПП для ТП Идея в названии очень простая На самом деле ПП не существует ПП это миф, это коммерческая история Часть индустрии, которая качает у нас из людей деньги Не существует правильного питания Существует только рациональное питание То питание, которое подходит к каждому из вас И оно должно быть составлено индивидуально под вас Оно должно иметь Оно должно состоять из определенного количества Белков, жиров, углеводов И содержать определенное количество калорий Это есть рациональное питание. Правильного питания не существует, потому что для американцев правильное питание – это бургер, для лукморта – это правильное питание какая-нибудь оленина, да, и если они поменяются, то, скорее всего, будут проблемы с пищеварением либо того, либо другого. Вот такие пару вводных слов. Кофе, господи, как я мечтал о кофе. Простите, я выпью кофе, ладно, потому что я усну иначе. Я все готов. Дорогие друзья, в рамках встречи у вас есть возможность задать Василию вопрос, появляется вопрос, смело поднимайте руку, я обязательно подойду к вам с микрофоном, можете спросить. Вот, кстати, о встрече у меня на Севу, есть мои подписчики здесь? Да? Ну, вот немного. Ну, я так клич небольшой кинул, но так легко, ненавязчиво. Если бы сделал пост, наверное, сейчас народ был бы больше, но я вам тоже рад. Спрашивайте. Ну, у вас просто мало, я уже как бы отрыг, что вот мало людей, обычно людей много. Спрашивайте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о питании солнцеведства? Так, нецелевая аудитория у меня там, да, сзади? Ну, все-таки. Я ничего не думаю. Я о сектах, обо всяких около оккультных историях вообще не думаю. Это не оккультно. А, не оккультно, окей. Я знаю, что есть калория, как единица энергии, которую питает человеческий организм. И все, что другое, для меня это оккультизм. Санцеедство это оккультизм. Вы не едите? Вы не едите, вы питаетесь солнцем? Вот это вот что означает? Сегодня ем, завтра не ем? Ну, это голодание скорее. С точки зрения физиологии, химии, физики не существует санцеедства. Это бред. Это мое мнение. Ну, все эти случаи также и опровергаются. Все эти индусы также где-то что-то подъедают. И периодически всплывает сообщение на тему того, что «А, вот этот вот знаменитый санцеед, который сидит и трескает какую-то там говязь». Я не хочу спросить мое мнение. Вы его спросили, вы его услышали. Для меня это немножко странная история. Дорогие друзья, еще вопросы, пожалуйста. Не хочу обидеть вас, как я видела, ни в коем случае. В каком возрасте можно детям заниматься с изогащениями? Потому что есть мнения разные. В 20-20 лет можно уже в тренером-зале с тренером заниматься. Просто есть такие секции в Алекс, в Китнесе, в Китнесе. А почему вы разграничиваете людей по возрасту? Потому что я слышала такое мнение, что... Ну, странно приседать со штангой ребенку в 3 года, например, да? Ну, это физиологически. Он, в принципе, наверное, не сможет это сделать. Ребенку в 10-11 вполне, почему нет? Он же бегает, ускоряется, отжимается и так далее. Можно со своим весом работать, можно... Почему нет, конечно. Единственное, чтобы это не переросло в увлечение астероидами. Потому что сейчас это очень популярно. И ни один тренер в клубе, ни один хорошо выглядящий мужчина в зале, накачанный, красивый, не скажет, что он мастер-розит. Но в большинстве случаев люди употребляют. Ну, то есть я просто это знаю, потому что я это проходил. И вот здесь такая очень тонкая, скользкая история. Потому что если ребенок начинает увлекаться своим телом, видит, что оно начинает меняться, и оно красиво, ему хочется больше. Если он выжил 100, ему хочется 110, 120, 140. И здесь вот очень легко вот туда наступить, и все. А там... Ну, не сказать, чтобы там плохо. Там хорошо, на самом деле. Но недолго. Василий, расскажите, пожалуйста, немного о проекте «Бешеная сушка». Сейчас стартует уже 15-й сезон игры. Ожидали ли вы сами такой популярности, таких результатов? Кто не знает, что такое «Бешеная сушка»? Кто первый раз? Ну, понятно, пенсионеры. Есть такая ЗОЖ-игра. Вообще, понятие ЗОЖ-игры, оно было придумано и сформулировано в процессе. Моих шагов в ЗОЖ-е, рынка не существовало. Были всевозможные онлайн-тренинги, онлайн-курсы, онлайн-похуделки и так далее. Понятия ЗОЖ-игры не было. И вот два года назад я придумал эту историю. Я не подозревал, что она будет настолько популярной, но она прям стала огромной секрой. Сейчас за два года существования игры, за вот эти 14 сезонов, сейчас заканчивается 14, и начинается набор на 15-й. Через игру прошло больше 100 тысяч человек. То есть, в принципе, мы сейчас по масштабам соизмеримы с фитнес-индустрией. То есть, нас уже можно мерить в рамках фитнес-индустрии. Количество людей, посещающих, имеющих карточки фитнес-клуба, оно больше значительно, конечно, но уже сопоставимо с нашими цифрами. Это всего за два года. Это, скажем так, индустрия, которая существует уже многие десятки лет на рынке, а мы всего два года. То есть, здесь бешеная скорость. Последний сезон у нас собрал, ну, мы растем в экспоненте, у нас последний сезон собрал 17 тысяч 300 человек. То есть, это количество людей, единовременно идущих в одном сезоне. Это прям, ну, для понимания, это ледовый дворец, наверное, СКК 25 тысяч мещает. То есть, это прям вообще-то хрена народу. Это прям очень много. Самый первый сезон был 50 человек. Ну, то есть, это, у меня было 6 тысяч подписчиков, и самый первый сезон я вот кинул клич, собрал 50 человек, вход стоил 500 рублей. Призы были очень скромные. Весь призовой фонд состоял из тех денег, которые я собрал. Все деньги, которые я собрал, я просто поделил на первые три места. Это было 35 тысяч рублей. Второй сезон я уже поставил фиксированный приз, немножко поднялась стоимость, и дальше это пошло развиваться. Сейчас призовой фонд составляет 13 миллионов рублей. У нас первые места, первые три места, это миллион плюс мини-купер, миллион плюс зубы, миллион плюс увеличение груди. Ну, там, пластика, либо увеличение. И по нисходящей. Общий призовой фонд 13 миллионов. То есть, это прям, ну, очень много денег. Это за то, что вы просто худеете. Кайфово? Вы просто худеете, а вам за это платят миллион рублей на выход. Ну, вот в этом основная идея. То есть, скупка человеческого жира. Ну, то есть, у меня в маркетинге очень много таких провокационных историй, типа, я торгую с человеческим жиром, я покупаю человеческий жир. То есть, я людям даю возможность похудеть, привести себя в форму и плачу. То есть, вот в этом суть игры бешеная сушка. Скажите, пожалуйста, о каких самых невероятных результатах добивались участники бешеной сушки? Возможно, было что-то, что удивило даже вас? Или напомнилось о сэдном? Самый невероятный результат, это когда человек вообще поднимает свою задницу с дивана и начинает действовать. Для него это просто невероятный результат, потому что обычно он к этому, к этой точке идет годами. То есть, он годами эту задницу наедает, и потом у него происходит баг. То есть, бешеная сушка, по большому счету, вот по прошествии двух лет мы пришли к тому, что сейчас сформировался у нас некий слоган, некая идеология, которая заключается не в том, что я покупаю жир или в том, что вы мне его продаете, а в том, что бешеная сушка – это шаг к чему-то большему, это первый шаг к чему-то большему. Люди приходят для того, чтобы получить пинок, мощный пинок под задницу, потому что до этого они ничем не занимались и им сложно было себя заставить это делать. Потому что мы все знаем, что нужно, чтобы похудеть. Все же знают. Меньше есть – больше бегать, больше тренироваться. Но никто же этого не делает. Технические знания мы можем получить, вот прочитав книгу, например, или массу книг в интернете. Вся информация в свободном доступе – бери, тренируйся. Но никто этого не делает. Лично вот моя гордость – это то, что… Ну, такая у нас внутренняя статистика. 50% людей, которые прошли бешеную сушку – это порядка 50 тысяч человек на сегодняшний день. Это люди, которые вообще никогда ничем не занимались. То есть это люди вообще не спорта. Они вообще ничего не делали. Они просто шли к этому вот своему весу долго и упорно. Понятно? Вот для меня вот это большое достижение. Достижение людей внутри игры. Ну, кто-то больше похудел, кто-то меньше. Это такая история, за которую люди приходят. Они приходят за тем, чтобы похудеть. Смог похудеть лучше – окей. Обменка быстрее – похудел лучше. Или, например, ну, часто получается так, что тучные люди худеют быстрее на большее количество килограмм, да? Сливая там воду, отечество и так далее. Ну, для меня результатом является, когда похудел человек худой. Ну, то есть человек не толстый, который привел себя в форму и стал более рельефным, например. Это круто. Но еще есть такая очень интересная тема. У людей меняется жизнь в течение игры. Вот, наверное, вот это самая важная составляющая дверечной сушки – это трансформационная тема. Когда человек приходит, заставляет себя, попадает в определенные условия, в которых он начинает расти. Расти именно внутри, как личность. По большому счету, выполняя упражнения, выполняя какие-то задания, тренировки, он сам внутри, в своей голове растет. Он преодолевает себя, он преодолевает препятствия, преодолевает боль, преодолевает лей. Это просто личностный рост. По большому счету, любой тренинг личностного роста основан на том, чтобы взять человека, вынуть из зоны комфорта, посадить его в другую зону или подальше от зоны комфорта, да? И он начинает свою вот эту вот зону расширять. Это просто очень крутой рост. Вот для большинства людей результатом является как раз такое развитие. И сектовость наша, основная, заключается как раз вот в этой энергии, энергетике людей, которые они получают в течение игры. Они кайфуют, они… их взрывает просто это все. То есть вот они сидели такие аморфные-аморфные, а потом раз – у них жизнь закипела. Кто-то беременет, кто не мог забеременеть долгое время. Кто-то там женится, кто-то разводится, у кого-то жизнь налаживается. Ну, в любом случае налаживается у всех. Потому что развод – это тоже иногда наладить жизнь. Вот. И вот мне кажется, вот это интересно. А не кажется ли вам, что бешеная сушка – это такой некий пинок под зад всем вот ленивым людям, и когда заканчивается вот эта зошигра, они снова возвращаются к этой рутинной жизни своей? Вот если вам… Давайте попробовать что-то более интересное, чем то, что есть у вас сейчас. Вы захотите вернуться назад? Ну, может быть, это просто лень человеческая. Нет, есть два типа людей. Есть люди, которым нужен короткий результат. Вылезть в джинсы на два размера меньше, да? И они понимают, что в дешевле сушка им реально может помочь. Пришел, похудел в лес, пошел дальше. Это короткая цель. Она, ну… У большинства людей она длиннее. Человек попробовал, у него получилось, и, как правило, ему не хочется останавливаться, потому что он на адреналине, он на гормонах, там, на эндорфине, на том же самом, у него в ведре метод эндорфин с самого первого дня. И он как на дракоте на этом сидит, ему хочется дальше. И люди с сезона, с сезон, с сезон идут. Мы делаем межсезонье для людей, чтобы они не уходили в зажоры. То есть это очень такая… Как пойдет? Давай начнем. В общем, в книжке читала про суперфуды различные, где вы пишете, что, как правило, это все те самые морковливые штучки, для того, чтобы народ покупал, ну, типа ягод горды и прочее. Что вы вообще думаете о каких-то добавках, витаминах, и нужны ли они вообще в принципе? О витаминах или о каких-то добавках? Потому что добавки – это что? В воды кто-то тоже считает витаминами. Витамины и комплексы разные. Ну, я не буду говорить, витамины – это хорошо или витамины – это плохо. Витамины – это не доказано в большинстве случаев. Понять, чем они друг от друга отличаются, тоже, ну, доппельгерц или вита какая-нибудь, да, тоже непонятно. Все делается из некого китайского сырья. Ну, наверное, скорее, это лучше, чем хуже. Ну, то есть они не делают хуже. Насколько они делают лучше, непонятно, не измерить. Потому что часть витаминов, микроэлементов у нас вырабатывается внутри. Часть мы получаем снаружи. Не знаю, сложно. Я пью витамины на всякий случай. Ну, правда. И как бы всем советую пить на всякий случай. Но не это самое, без фанатизма. Там тоже нужно пить не всегда, а там какими-то курсами. Месяц попил, месяц отдохнул, чтобы организм там не подсел. То, что касается добавок, суперфуд, да, я против суперфудов, потому что суперфуды – это индустрия, в которой делаются деньги. Там нет ценностей, там нет смысла, там нет ничего, кроме денег. Есть ягоды Годжи, которые придумал Дюкан. Ну, не придумал, привез и коммерциализировал. А вот чем отличается ягод Годжи за полторы тысячи рублей в аптеке и за 200 рублей в спаре? Чем они отличаются? Ничем. По большому счету, да? Это та же самая, я не помню, что это, Дереза или что это, Барбарис. Понятно? Это просто какая-то ягода, в которой есть витамин С. Но витамина С вот доказана больше в брюссельской капусте. Прям больше. Если хочешь витамин С, пахнет капустой. В ней больше. Больше, чем в цитрусовых. Понятно? У нас один из вопросов есть всегда на пешеной сушке. Мы запрещаем есть фрукты в течение всего месяца. И у многих прям, как фрукты, это же витамины. Фрукты – это не витамины, фрукты – это сахар. А витамины в других есть в местах. И когда человеку приводишь таблицу того, что витамин С на самом деле есть вот здесь, и калий, магний, фосфор и прочее есть вот здесь. И вот здесь – это овощи. Понятно? То есть очень много… Ну, здесь момент осознанности. То есть нужно включать голову, читать то, что написано на этикетке, и понимать то, что тебе нужно. И, соответственно, это использовать. Я против коммерческих каких-то БАДов, типа заменителей питания. Я прям против, сильно против. Они в основном все сетевые, то есть это MLM. И там нет вообще ничего, кроме денег. Потому что MLM – это только деньги. Это прям вертикальная структура. Понятно? Знаю, я тоже изнутри проходил. Если состав всех этих баночек почитать, Гербалайф, там Энердж-диед и прочая ерунда, там Кобикорм, там ничего. Ну, просто Кобикорм и красивые слова, типа ацерола, маточное молочко и прочая ерунда. Это все в микродозировках. Оно даже до кишечника, скорее всего, не доходит. То есть оно там даже не доходит до усвоения. Поэтому все остальное – это просто дешевое сырье, типа соевого белка, смешанное с мультодекстрином, с загустителями, с пектином, который сбухает в кишечнике и дает чувство насыщения. Вот. Ответил? Да, спасибо. Второй вопрос был про то, что книжку вы писали, основываясь на своем собственном опыте, то есть то, что пройдено, прожито. И, насколько я помню, у вас там был период, когда вы, ну, не сыроедение это было, но что-то безмоложное. Веганство. Веганство, да. Веганство, вот. Я хотела спросить, как вы к этому пришли, сколько вы на этом были и почему вы от этого ушли? Вегетарианство… Мы с Юлей вместе веганили, мы первого малыша родили вегетарианцами, ну, где-то года четыре. Вначале вегетарианцы, потом ушли в жесть. Прям совсем в жесть. То есть пытались только травой, не было ни жиров, ни белков, ничего животного. Это все глупости. Для меня вегетарианство, ну, и для большинства людей, которые приходят к вегетарианству, это вот некое социологическое такое вот, социологическое исследование над тем проводилось. Большинство людей приходит к вегетарианству для того, чтобы как бы почистить организм и как бы похудеть. Ну, то есть вот я пришел четко, чтобы похудеть. Я знал, что если я буду есть меньше жирного, там еще какого-то, еще какого-то, а это все обычно животное происхождение, продукты, то я похудею. Начитался умных книжек, книжки, даже скажу какую, я прочитал Алина Карра «Легкий способ похудеть». Очень прикольная книжка. Ну, там даже не столько книжка прикольная, а сколько у нее очень прикольный, это прикольный НЛП-шный метод. То есть я там после его книги про алкоголь перестал бухать. После его тренинга по отказу от курения я бросил курить там в 2010 каком-то году. То есть вот тогда я начал свой путь в ЗОЖ. Просто по стечению какого-то времени я похудел, да, действительно. У меня там со 105-110 килограмм я ушел до 82. То есть я стал вот, ну, где-то, да, плюс-мирус. Но был ли я здоровым при этом? Я не знаю. Выглядел я, ну, так себя. Ну, то есть сейчас я вешу 110. Ну, есть лишний жиров, его можно убрать, это килограмм 10. Но тогда я весил 82. И это было отвратительно. И тогда тоже был лишний жиров, кстати. То есть там в этом смысл. То есть у тебя остается кожа и жир. Ты чувствуешь себя легче, потому что организм тратит меньше энергии на переваривание пищи. Вот эта вот легкая эйфория появляется. И люди ее путают со здоровьем. На самом деле проблемы начинаются с крови, проблемы начинаются с усвоением различных микроэлементов. И в растительных белках нет все равно того, что нужно нам для того, чтобы расти. Для того, чтобы нормально развивались мышцы, кости и прочее. Ну, просто этого нет. Потому что большинство людей, они, ну, не сможет усвоить в той мере, вот то, что есть в растительной пище. Слон может, он заточен под это. Понятно, да? Верблюд может, он тоже под это заточен. Мы заточены переваривать сладкое, острое, горькое, гвозди, все что угодно, да? Ну, и мясо в том числе. Вот. Поэтому я считаю, викторианство некой, если глобально посмотреть на этот вопрос, это некая религиозная секта. Потому что в ней есть все признаки. Мы делаем мир лучше, мы спасаем этих, этих, этих через, там, самоистязание, потому что вегетарианцы всегда голодные и злые. Есть вегетарианцы? Санцееды вегетарианцы, круто. Ну, да, да, я тоже не был в секте. Форма, это просто форма. Если вот посмотреть, общен, без эмоций, без вашего мнения, моего мнения, просто общенную ситуацию посмотреть, нет, не можете? То, ну, видны признаки, вполне конкретные признаки некого сектанства, некого вот религиозного мотива. Поэтому, ну, ты вегетарианец, ты чувствуешь себя хорошо, ты чувствуешь себя другим, ты чувствуешь себя немножко избранным. Все абсолютно вегетарианцы, вот если взять инстаграм, нет ни одного вегетарианца, у которого не написано в аккаунте «Вегетарианец». Зачем они это делают? Ну, то есть, они этот флаг несут впереди себя. Я вегетарианец. Зачем? Ну, понятно, зачем, это число. Ну, ем я мясо, я же не пишу, что я ем мясо, мясоед. Ну, это было бы странно, правильно? Гречкоед. Ну, вот это все туда. Это, опять же, я не хочу вас лично ничем задеть и обидеть. Кушайте травку, пожалуйста, на здоровье. Ну, кровь портится, на самом деле, потому что холестерин есть насыщенный жир, ненасыщенный, и холестерин должен поступать, правильный холестерин, он в ненасыщенных жирах животных. Или насыщенных. Насыщенный. Насыщенный. Да. Ну, я не диетолог. Все вопросы? Нет, у меня мы попала. А, какие попозже. Спасибо. Вегетарианцы там, да? Читала однажды отзыв Виктории Демьяновой по поводу проекта «Бешеная сушка», где она говорила о том, что так редко. Это человек, девушка. Просто отзывов очень много, обещаясь. Человек-девушка. Да, которая сделала свое приложение DemiFit. Вы наверняка слышали про него. Ну, в общем, у нас спортсменка создала свое приложение, где можно тренироваться, записывать программы различные. В общем, не пустой человек, да? Их очень много просто. Людей, которые создают приложения, и трениров их сотни тысяч. Их в России сотни тысяч. Каждый второй, он в лесках-то идет, покупает диплом, и вперед. Я не об этом сейчас вопрос. Мы просто опирались на одного человека, да? Вопрос в том, что проект Бешеная Сушка очень такой быстрый, да? И есть ли какая-то статистика, существует ли она, как люди... Что с ними потом происходит? Они умирают. Нет, после вашего проекта, то есть буквально год-два, они сохраняют свой ход? Ну, всего два года существует. Все возвращают. Хорошо, через полгода. Любая трансформация, она в голове у человека. Есть результаты... У нас есть такая процедура битвы сезонов. Мы делаем розыгрыш между участниками трех сезонов подряд. То есть человек показывает свое фото до в самом начале, в первом сезоне своем, и фото после в конце. И получается очень такое разительное изменение. Прям сильное такое, прям мощное. И вот у нас есть одна девочка, такая звездочка, прям она стала нашей звездочкой, Света Шедловская. Она за полгода из просто вот такой отвратительной жирной превратилась в худую, а потом еще за полгода она превратилась в бикинистку. Она выступила на бикини в Москве и попала в десятку с первого раза. Все в голове. Если человек хочет, у нее просто была цель, она хотела, она нашла нас как инструмент. И все. И есть масса людей, которые пришли, вот сейчас получили результат, потом ушли опять жрать. Есть люди, которые уходят в зажор, набирают еще больше, чем скинули. Здесь нет, скажем так, вреда организму, для организма, с точки зрения того, что в какой-то дикий стресс организм попадает, потому что там нет стресса, кроме тренировочного. Питание, которое мы рекомендуем, рацион, который человек себе составляет, он очень физиологичен. И для большинства участников вначале очень большой проблемой является то, что они даже съесть не могут, то, что им надо съесть. Потому что раньше они ели сникерсы, там девочка на полторы тысячи калорий выедала там два сникерса и там еще что-нибудь. А теперь на полторы тысячи калорий у нее опять контейнеров риса с курицей. Понятно? И она себе это впихнуть даже не может. Вот. Хорошо, спасибо большое. И у меня к вам второй вопрос. А что за отзыв был? Вы начали с какого-то отзыва там? Вы посмотрите, ее зовут Виктория Демьянова вообще. Кто на что такая писала, что никак не относится к данному проекту, потому что столь быстрое похудение может быть негативно скажется на вашем организме. Она не быстрая. Мы рекомендуем снижение на 20%. Это абсолютно физиологичная история. Снижение на 20% калорийности рациона. И при этом балансируется КБЖУ. Ну, БЖУ, да? То есть получается, что мы едим правильное соотношение белковых жиров и углеводов и просто на 20% снижаем калорийность общая. Это любой диетолог скажет, что это норма. Меньше бессмысленно организм не среагирует. Больше бессмысленно, потому что до 20 достаточно. До 20-25 вот так достаточно, чтобы похудеть. Мы даем тренировки. Много тренировок. Они очень интенсивные. Они все со своим телом. То есть они функциональны. Ну, можешь ты сделать 100 бюрпи за 7 минут? Окей, сделай. Не можешь, не делай. Мы еще и расширяем рынок, потому что я сказал, что я привел 50 тысяч человек в эту индустрию извне, которые вообще никуда никогда не ходили. И мы являемся очень классным трамплином для тех, кто хочет пойти в фитнес-клуб. И никогда не ходил туда. Потому что большинство девочек, мальчиков, придя первый раз в фитнес-клуб, вдоль стеночки вот так ходят и боятся. Не понимают, да? Потому что на них там смотрят как-то странно, выглядят они как-то не так. Понятно? А после нас они уверены. Приходят и начинают пахать. Поэтому здесь скорее зависть в большей степени. Потому что что уникального даю я? Ничего. Что уникального в этой книге? Ничего. Это компиляция абсолютно открытой и доступной бесплатной информации, которой гигабайты в интернете. Вообще все правильное питание можно на листе А4 изложить. Написать формулу расчета калорий и просто расписать, что нужно есть. И все. Индустрия построена таким образом, что большинство диетологов и тренеров, вот таких же, как эта девочка, скорее всего, создают из вот этого процесса танцы с бубнами. То есть что-то очень сложное. То есть питание, оно должно быть обязательно составлено диетологом. И все. И какие-то еще там нутрициологи появились. То есть вот это даже не врачи. Кто это вообще? Непонятно. Нет образования медицинского такого. Я со своей стороны это наоборот упрощаю. Я делаю так, что люди, если у них есть голова, если они умеют пользоваться по-разному, то они ее включают и, выходя из проекта, сами становятся таким мини-диетологами. Они могут своим друзьям эти программы питания составлять. Потому что принцип очень простой. Вот разрушать мифы, бороться с такими злыми завистниками и так далее. Вот, наверное, еще одна из моих миссий. Мне кажется, это интересно. Спасибо большое. Привет. У меня есть еще один вопрос. Он быстрый. Буквально сегодня была на вашем сайте, где сказано о том, что участвуя в трех проектах подряд, в трех сезонах, вы получите миллион. Что это такое? То есть нужно занимать призовые места? У нас есть призовой фонд одного сезона, составляющий 13 миллионов рублей. И есть такая игра внутри игры. Тем самым мы мотивируем людей достигать большего результата. То есть есть некая статистика, мы проверили, что самый большой, самый мощный результат у человека достигается к концу третьего сезона, если он идет три сезона подряд. То есть у него мотивация идет вот как надо, и там на четвертый сезон она уже снижается, и результат уже другой совсем. И мы решили сделать такое соревнование, где человек, пройдя первый, второй, третий сезон, не участвуя, он может даже не выиграть ни в одном из этих сезонов, не попасть даже в сотню, он попадает некий розыгрыш вот этого миллиона рублей. Ну, у него должен быть фото до и после. Если после, то это нужно дойти до конца. То есть во всех сезонах нужно дойти до конца. Вопрос в том, что он может не выиграть ни в одном из этих сезонов. Но в конце он попадает в голосование, где люди определяют вот эту вот кривую. То есть получается, что, например, в первом сезоне он мог показать слабый результат. Во втором сезоне может чуть получше, в третьем еще чуть получше. А в сумме он получает просто фото до первого сезона и фото после последнего сезона получает разительный результат. Кто-то за один за один сезон так пахает и очень круто худеет. У кого-то получается, у кого-то нет. Вот для тех, у кого не получается, мы сделали такую тему. И это дает, это полгода работы над собой. Понятно? Это больше, значительно времени. И лучший результат. Просто. про Сушка, которую ведет прекрасная Катерия Боня. Она не ведет. Ну, кто она, что она. Она рекламное лицо и уже давно не имеет к ним отношения, но не продолжает ей пользоваться. А, какая штука. Вот, понятно. Это был вопрос? Ну, да, отношения. Отношения? Никакое. Это люди, которые воруют у меня и мое. И все. Их порядка 25, наверное, проектов. Они не стесняются воровать контент, воровать принципы игры, воровать все процедуры. Потому что во всех вот этих фитнес-играх есть задания на вылет, которых никогда не было. Есть какие-то процедуры, какие-то челленджи, соревнования внутри. Ну, то есть все, все, все прям под копирку. Многие даже дизайн-сайты копируют. Абсолютно не стесняюсь. Ты просто думаешь, что это же старт? Что это же старт в одно время? Они специально это делают, потому что мы же собираем много людей и получается, что люди хотят поучаствовать в нескольких сезонах, чтобы, ну, где-то хотя бы что-то выиграть. Это правильно. Я бы тоже так делал на их месте. Это нормально. Ну, просто есть люди, которые думают в своей голове, есть те, которые нет. И все. Дорогие друзья, еще вопросы, пожалуйста. Я у вас в Инстаграме читала про передачу с Малаховым. Я так ждала, что вы напишите какое-то продолжение, что у вас появилась какая-то черновая запись этого. Мне было очень интересно узнать, чем в итоге все закончилось. И если все-таки никакой записи нет из-под сбоку откуда-нибудь, то кто там был и вкратце, что было, были ли драки, скандалы и почему все-таки ее не выпустили, эту передачу в эфир. Ну, в двух словах расскажу всем, чтобы все понимали. Да, есть программа «Пусть говорят», все ее знают. Однажды ко мне обратилась девочка редактора эфира на пример того, чтобы снять передачу «Обешеные сушки». И обо мне, как о фронтмане этой истории всей. Я спросил, зачем? У нас нету беременных школьниц, беременных бабушек, беременных животных. «Где скандалы, истерика, что мы будем говорить?» На что мне девочка Катя ответила, мы хотим какой-то очень мощный с точки зрения эмоций, интересный с точки зрения подачи и все-таки больше позитивный кейс. То есть, вы нам прям очень подходите, очень нравитесь. Давайте попробуем. Там не будет срача, там не будет грязи, мы просто будем классно, позитивно общаться о вас, о вашей игре. Я какой-то подвох в этом почувствовал небольшой, но в итоге там все так подрассеялось. Мы сняли эту программу, мы сняли ее очень интересно, контекст был, ну, срач был, потому что там есть, ну, это же формат определенный, это американский формат программы, когда сидят люди, которые там в оппозиции друг к другу, к спикеру, ко всем, просто орут, люди, которые орут за деньги в зале, которые плачут, еще что-то, ну, то есть, это все шоу. Там это тоже было, но ввиду того, что я немножко нестандартный товарищ с точки зрения коммуникации с людьми, я там мог как бы пресекать эти моменты. там была какая-то актриса, достаточно известная, я даже имя ее не запомнил, она очень толстая, и я ей прямо это сказал в какой-то момент, когда она прям вот так вот меня, вот так вот, да ты, да ты, да вот, да вы все тут. Я говорю, да ты же Руха, да, а ты просто же Руха. Сядься и помолчи. Программа получилась прикольной. С точки зрения того, что мы показали победителей, мы показали, что такое игра, мы показали, ну, они хотели показать меня как некого парня, который вот так вот стал миллионы зарабатывать, а получилось, что показали изменение жизни людей. Приехала девочка с Дальнего Востока, у которой ребенок вместе с ней сушился, Рузана мама есть такая, там все просто чуть ли не плакали. Приехали победители там первых сезонов и тоже все там влодировали стоя. Ну, было интересно, было прикольно. Они даже проанонсировали это в эфире, был анонс выхода этой программы, то есть, прямо они на первом канале прокатали этот анонс, но сняли с эфира, потому что коммерческий отдел сказал, что нет, это очень жирная реклама для них. Ну, там просто 40 минут рассказывают о том, как у нас классно. Приходите, сушитесь. Ну, поэтому первый канал у нас зарезал. И, естественно, ничего на руки никто не дал. Конечно, ну, это невозможно. И она в эфире выйдет? Нет, нет, она не выйдет в эфире. Я сейчас пересмотрел свое отношение к таким шоу, после этого приглашали несколько раз на аналогичную историю, я отказывался, потому что понимаю, что это, ну, с точки зрения репутации мне и проекту ничего не даст. Большую огласку, ну, аудитория не та. Ну, прикольно, наверное, там, вот вы, вы моя аудитория, вы услышали, захотели, посмотрели, ну, просто потому, что вы меня знаете или слышали обо мне. Но вы не сидите каждый вечер в программу, там, пусть говорят, не смотрите наверняка. Про, как вы, господи, девочка из Ульяновска, Шурыгина, да? Три эфира. Три. Пять. Пять? Пять эфиров? Охренеть. Ну, вот так, такой формат. Поэтому сейчас я от этого всего отказываюсь. Еще вопросы, пожалуйста, дорогие друзья. Здравствуйте, у меня зовут Петрова Павеля, я тренер по волейболу. Очень люблю в волейбол играть, я не могу вот найти команду, где можно играть в любительский волейбол у нас. Где хотите ко мне? Да, еще. Домой? Скорца. Спасибо вам, что создали такую книгу, очень интересную, и людей поталкивают заниматься спортом. Хочу спросить, вы уходите от глюкозы, да, получается? Человек худеет из-за того, что он не получает глюкозу, так? То есть сахар? Нет, из-за того, что он начинает нормально питаться. Сахар, он просто стимулирует всплески инсулина, который мешает. Инсулин мешает жиросжиганию, и все. Мы убираем сахар на вот этот месяц для того, чтобы не мешать человеку топить нормальный жир. Все. То есть вы убираете вообще сахар? Мы рекомендуем убирать вообще сахар. Как поступают люди, я не знаю. В вашем проекте ходят ли люди в баню? Очень интересно. Вот я всем советую, что вы... Не слежу, у нас 17,5 тысяч в последнем сезоне было, мне сложно проследить, ходят ли они в баню. Но мы делаем контрастные души, это одна из процедур, которые со второй недели у нас начинаются. Большинство, скорее всего, это делают. Ясно. Скажите, пожалуйста, как вот сделать так, чтобы человек сбалансированно питался? Что нужно для этого? Нужно, вот вы говорите, можно есть мясо. Я вегетарианец. Хочу, чтобы было сбалансированное питание. Чтобы лето не кончалось, да? Потому что фрукты и овощи. Да. Как прийти к этому? Чтобы было сбалансированное питание, было красивое тело, физические нагрузки были равномерными. Как прийти к этому всему? Спасибо. Как стать совершенством? Что нужно для этого? Кому продать душу, да? Я пропагандирую во всем осознанность. Большинство людей, вот если знаете, есть такая тема, закон Паретто, да? 80 на 20. 20% усилий приносит 80% результат, и 80% усилий приносит всего 20%. Вот это правило, оно работает везде. Статистика показывает, что люди тоже делятся там на условные 80-20, где-то на 95,5, где-то там еще в каких-то пропорциях. Большинство людей живет неосознанно, к сожалению. Что это значит? Это значит, что все ищут некую пилюлю, которая за них что-то сделает. Им не нужно будет вынимать свою голову из песка, включать ее, думать, искать информацию, читать, применять ее к себе, пробовать ошибаться, действовать снова. Они хотят просто съесть ее и получить результат. К сожалению, это невозможно. Есть 20% людей, которые подходят к вопросу осознанно. Прочел книжку, попробовал на себе, попробовал что-то еще, попробовал следующее, сделал что-то, да? Это как теоретики и предприниматели. Теоретики сидят и разглагольствуют, а предприниматели идут и делают. И там набивают в себя ошибки, но достигают какого-то результата. Вот я за второй вариант, за осознанность. Это вегетарианство. Можно попробовать санцеедение. Можно попробовать там, не знаю, сыроедение. Можно попробовать все, что угодно. Можно попробовать фитнес, функциональный тренинг. Вообще все попробовать и посмотреть, что именно в вашем случае сработает лучше всего. И все. С точки зрения физиологии, опять же, есть гормоны, есть анализы, есть врачи-эндокринологи, есть терапевты. Походите, посмотрите. Общий профиль сдайте гормональный, чтобы посмотреть, все у вас ровно. Может быть, вы не худеете, например, потому что что-то с гормонами не так. Это комплексный подход. Это работа с собой 24 на 7. Это не вот, пришел Смольного, ушел с каким-то великим знанием. Нет, это работа над собой постоянно. Я постоянно работаю над собой и людей к этому стараюсь пододвинуть. Еще вопросы, пожалуйста. У меня два вопроса. Короткий и длинный будет. Короткий. Я сейчас участвую в первом сезоне, ну, для меня, конкретно. И тот вопрос, с которым столкнулось и который меня очень многие пытаются перевести. А всем слышно? Или громче? Могу громче. Вот. То, что в принципе у меня как бы не сильно толстая и как бы форма меня моя достаточно устраивает. Ну, вес, конкретно, допустим. И то питание, которое расписано там, ну, рекомендации, они все-таки больше направлены на людей с лишним весом. Или я могу питаться по этой же системе, но с другой стороны мне надо набирать мышцы. И насколько это все способствует. Есть два процесса. Первый – снижение массы, второй – набор массы. Снижение массы – это дефицит калорий, набор массы – это профицит калорий. Если есть цель набирать массу, то нужно добавлять 20%. Это все написано здесь. Но есть такая тенденция интересная. Люди могут даже не худеть, а набирать напишечные сушки. Это связано с тем, что метаболизм и вообще организм достаточно нормально работает. Просто мышцы приводятся в тонус, они набирают больше воды, они становятся более функциональными, и в общем организм становится тяжелее. Но жир при этом не сжигается, потому что его недостаточно для того, чтобы сжигать. И все. Пробуйте в вашем случае, попробуйте просто по той системе, которая есть питаться. Если результат, к которому вы хотели прийти, не достигнут, попробуйте что-то еще. Нет панацеи. Естественно, мы нацелены, и программа питания, и программа тренировок внутри нацелены на то, чтобы худеть. Потому что основная проблема у людей, у большинства людей – это лишний вес все-таки. Есть люди, которым нужно набрать, но их меньше, к сожалению или к счастью. Поэтому пробуйте. Хорошо, спасибо. Ну, один из победителей бешеной сутки, по-моему, восьмого или девятого сезона, у нас парень был на первом месте, он ко мне недавно обратился с вопросом о наборе массы. То есть он просто сушился, все окей. В одну сторону сработало, а как в другую? И я ему просто посоветовал добавить углеводов, добавить калории в сторону увеличения на 20-25%, и у него пошел рост. Именно мышечная масса. Ну и плюс силовые тренировки – это такая история, без которой тоже ничего не растет. Второе, я сейчас просто достаточно постараюсь в короткой форме объяснить причину вопроса. Просто я из бывшего профспорта, так сказать. Когда-то я занималась, и нас тренера там всю жизнь учили начинать с лайд-нагрузок. Вот, то есть прям вообще максимально, то есть и когда я пришла в сезон, то есть я понимаю, что первая неделя далеко не лайк. Больше скажу, я сам сейчас проходил в руль. Первый раз за два года сезон, и охренел. Да, и вот отсюда вопрос, что... Причем сам придумывается тренировки, ну... Даже мне, как бы, ну то есть не толстый, и там я могу год не тренироваться, все-таки мышцы у меня там есть, сломос как бы. И мне было очень тяжело первую неделю. Но в берге прыгать одинаково тяжело и толстым, и худым. Потому что это функциональная история, это работа сердечно-сосудистой системы, легких там и так далее. Это функциональный тренинг. Поэтому все участвуют. Если бы у нас была только силовуха, например, там, присед со штангой, это понятно, что повесил 30 килограмм. Кто-то сел 30, кто-то не сел 30, кто-то сел 40. Это другая история. Здесь работаешь со своим весом и получаешь свой результат. Ну, то есть люди, которые всю жизнь сидели на диване, и они пришли и с первого дня начинают так жарить. Они очень быстро включаются. У нас, на самом деле, процесс построен таким образом, что на первой неделе человек включается. Чего там интересно? Сейчас удалю, из игры. Процесс построен таким образом, что человек на протяжении первой недели максимально включается. Либо вылетает сразу. Если он дополз до конца недели, прошел задание на вылет, все окей, у него все отлично, у него процессы пошли. Первая неделя адаптационная. Почему дается 700 приседаний? 300 отжиманий. Еще там сколько-то безумных упражнений. Это все не просто так. Это не потому, что я сидел и думал, чем бы людей так запарить, чтобы они там вот так вот ходили. Ты в течение дня, во-первых, по будильнику проседаешь, да, у тебя там 10 пробежутков, в течение которых ты проседаешь. Во-первых, ты приучаешься к будильнику, ну, то есть к режиму определенному, в питании в том числе, в тренировках. Во-вторых, ты создавая постоянные мелкие всплески в течение дня, свой организм адаптируешь к нагрузкам, к хардкору, к любому абсолютно, потому что у тебя гормональный фон вот так вот скачет вместе с этими нагрузками в течение дня. Понятно? То есть у тебя восстановление быстрее на второй неделе за счет того, что первая неделя прошла вот так. Многие, конечно, умирают. И я сам после первой недели умирал, потому что после 700 приседаний при любой степени тренирован стенок, а я, ну, на минуточку приседаю 220 килограмм. То есть у меня ноги тренированы. Я там на утро шел в уборную и с криками садился, пардон, на унитаз. Это так. Но это очень быстро проходит. Нагрузили вверх, нагрузили вниз, восстановился вниз, потом вверх, потом середина, потом руки, потом еще что-то. На второй неделе мы уже просто как работаем, работаем. Это очень круто. И, кстати, вот последняя тренировка, которая у вас будет, это первая тренировка, которая у вас была. И вы посмотрите разницу. Она даже на первой неделе была видна, да? Первый день, второй день. Я первую тренировку сделал за 26, по-моему, минут. Вторую уже за 19. А я думаю, что последнюю я сделал минуту там за 13. И это очень круто мотивирует. То есть мы сделали вначале эту тренировку, потом в конце и посмотрели разницу и охренеть. Не все сейчас поняли, потому что это внутряк такой сейчас был, да? Поговорили о вешеной сушке. К сожалению, время у нас немалимо подходит к концу, но... Ну, раз он совсем... Как Шурыгину, да? Если прям совсем, то, пожалуйста, можно спонтанная бергка от Василия Сумова? Сейчас? Да. Я? Да, пожалуйста. Не хочу. Я не спал сутки, дайте мне, конечно. Ну, а тогда вопрос такой. Я задаю. Вот весь этот образ, это я. Это прям я. Ну, просто чуть-чуть, где-то местами утрированный, потому что Инстаграм – это Инстаграм. Но в большинстве – это я. И я понял, что... Как вообще появилась бешеная сушка? Она появилась из бешеного зожника. Это был блог о зоже, о том, как худеть, питаться и так далее. Я понял, что людям это все нахрен не нужно. То есть я перелопачиваю западные источники, перевожу на русский, выкладываю какую-то информацию, интересный контент. Людям это не нужно. Они пришли, полистали, ну, там, окей, понравилось, что-то спросили, получили ответ, ушли. Через три месяца этот же пост я повторяю. Эти же люди приходят, спрашивают то же самое, получают те же ответы, уходят. Я просто обиделся на них. Я сказал, нет, я не буду больше это делать. Но люди хотят бесплатного контента, но они им не пользуются. Весь смысл в этом. Потому что миллионы существует блогеров, которые вываливают миллионы гигабайт информации, то есть вот полезная информация, читай не хочу, пользуйся. Никто не пользуется, все только читают. Понятно, потому что все ищут волшебные пилюли. Вот я сейчас прочитаю мантру какую-то, пам, и все, и сразу худым стану. Нужно работать, нужно пробовать. Поэтому появилась бешеная сушка, я понял, что, во-первых, ну, сказал нет бесплатному контенту, и решил тот контент, который я людям давал, и те знания, которые у меня были, и навыки, которые у меня были, применить для того, чтобы достичь вместе с ними их результата. И все, это получилось. И первый сезон был прям крутым. Я понял, что это работает. И это работает именно в этом формате. Заткнись, не ной, делай. Ты что пришел? Это только так работает. Потому что большинство тренеров сюсюкаются, там, в попу дуют, пардон. И это не работает. Потому что человек себя жалеет. А здесь тебя как бы вот так вот отрезвляет. Тебе говорят, блин, либо ты жирный, либо дядь сюда. Работай. Все, все очень просто. Так появился вот такой образ. Так появился Смольный. Спасибо большое, Василий, за нашу откровенность. Последний на сегодня вопрос. Планируются ли какие-то литературные проекты? Будут ли новые книги? Ну, сейчас на стадии завершения вторая книга, она целиком полностью от бешеной сушки. То есть, если здесь полезный контент, разжеванный определенным образом, то там уже книга о бешеной сушке. Там будет много внутреннего, много всего интересного, много того, почему, как, что, где, когда, какие-то интересные события, опыт людей, кейсы, какие-то внутри игры, которые были, которые сейчас вот всем интересны. Ну, то есть, она будет составлена по самым-самым, таким, самым злободневным вопросам, которые мне обычно задают об игре. Скоро, надеюсь. Ну, запланировали Эксмо на август, если успею, доделать. Доделаю, сделаем в августе книгу новую. Спасибо большое. Сейчас еще у Юлии выходит, тоже она сейчас заканчивает книгу, записки, записки супруги бешеного зожника. Как тяжело быть женой бешеного зожника. Спасибо большое, Василий, что были сегодня с нами. Давайте поблагодарим. Спасибо. Дорогие друзья, у нас сейчас состоится автограф-сессия. У вас есть замечательная возможность подписать свой экземпляр книги у Василия. Просто давайте сформируем одну организованную очередь по центру. Василий, присаживайтесь, вам будут давать книгу. Подписываем. После автограф-сессии состоится розыгрыш призов по нашему лототрону. Так что, кто бросал пухончики, обязательно оставайтесь. Кто еще не бросал, есть последняя возможность опустить наш лототрон, который находится рядом с ростовом Василия. Они толстые, но они жрут как не в себя, они бухают как не в себя. Что я могу сказать? Молодцы, продолжайте. Классные. Вы полные. А есть люди, которые не давят за так же жизнь? Они толстые, они считают, что... Есть люди, на самом деле, нет таких людей, есть люди, которые себя очень хорошо обманывают и очень хорошо обманывают окружающих. Потому что есть модели плюс сайз, которые со мной даже в конфронтацию вступали на предмет того, что, да пошел ты, я не жирный, я так живу, это мой лайфстайл. Окей, но если ты колешься героином, это мой лайфстайл. Зачем об этом кричать? Ведь всем известно, что будучи толстым, человек испытывает проблемы эндокринного характера, да, то есть с эндокринной проблемой, с гормонами, с сексуальной жизнью проблемы у человека, как правило, да? Зачем орать о том, что у тебя проблемы? Ну, то есть твой лайфстайл, но этот лайфстайл тебе доставляет неудобства. В чем смысл? Это как носить обувь на два размера меньше, только для того, чтобы в конце снять ее и получить удовольствие. Что за лайфстайл такой? Я не отношусь плохо к этим людям или хорошо. Я отношусь к трудным людям с непониманием. Зачем доводить себя до такого состояния? Зачем себя не любить? Зачем обманывать людей, что ты любишь себя таким, какой ты есть? Это неправда. Зачем терпеть эти неудобства? Потому что это неудобства. Это некрасивая одежда, потому что нет красивой одежды большого размера. Это неудобства, связанные банально с отдышкой. Там, вонялся на пятый этаж, отдыхаешься. Опять же, секс. Мы же все хотим секс. Ну, у толстых людей умеешь. Ну, не сказать, что нет, но умеешь. И качество секса другое совсем. Понятно? И запахи от тела другие. Да все другое. Блин, выстрелся. Пожалуйста. У нас же прямо со старого половины жизни. Не всю. А, в чем вопрос? В чем вопрос? Да, кто вы? У меня нет ни одного высшего образования. Я занимаюсь тем, что мне нравится. В разные этапы жизни я занимался разными вещами. Музыкой. Сейчас занимаюсь зожем. Здоровым образом жизни. Срабатываю. А сколько годик у вас? Трецовет. Ну, у меня достаточно такая своеобразная жизненная позиция. Она не всегда понятна людям старшего поколения. Она связана с тем, что я вижу. С тем, что высшее образование часто мешает для достижения успеха, результата и так далее. Это вот одна из моих жизненных позиций. Поэтому у меня нет образования. Я начинал пять разных институтов, пять разных образований, но везде я уходил, потому что это превращалось в тягамотину, в неинтересную для меня. То есть я прихожу за каким-то профильным знанием, а в итоге меня от этого профильного знания на несколько лет оттягивает. То есть я просто вышел в тренинги, в семинары какие-то и начал получать знания, навыки, работать и развиваться. Ну, может быть, тогда у вас без образования есть... Ну, какой-то спорт в прошлом? Я в детстве занимался волейболом, борьбой, но непрофессионально. Непрофессионально. Нет, просто такими делами иногда занимаются профессиональные спортсмены, которые... Здесь нет узкой информации или какой-то профильной такой силы информации. Это вообще база. Да, я понимаю, понимаю. И этим можете даже вызвать. Ну, да, конечно. Нет, просто мне 82 года, и я с высоты, так сказать, с моего возраста... В нашем возрасте тоже есть проблемы такого рода, но они чуть-чуть другие. Я могу свое оправдание сказать. Здравствуйте, друзья. Это выглядит сверху. Спасибо, что вас ждали. У нас в самом интересном. Получите. Совсем за много, я видел призы. Первый купончик тянем на получение вот такого замечательного... Корзины полезных продуктов от компании «Едим Сью». Бренд Елианы Кристины. Различные полезные здоровые вкусняшки у нас на канале. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...